Белорусские аграрии убрали уже порядка 76% гречехи. Благодаря высокой урожайности в этом году воловой сбор культуры превысил предыдущий. Также на хранилищах почти 300 тысяч тонн картофеля, сахарные свеклы более 800, курс на 5 миллионов. Такой объем загрузит на полную мощность все четыре сладких завода. Беларусь готова к отопительному сезону. Все необходимые работы выполнены, обновлена тепловая изоляция, проверены бойлеры. Первым тепло дадут в социальные объекты, после – в жилые дома. Последнее на очереди – административные и промышленные здания. Дата подачи отопления зависит от погодных условий. В октябре в Беларуси начнется вакцинация против гриппа и продлится ориентировочно до конца ноября. Все планируется привить около 40% населения. Как правило, компания проводится бесплатно и платно. Первые на очереди – дети, взрослые с хроническими заболеваниями, люди пенсионного возраста и медработники. Бобручанкова на Соколадинское выиграла серебро чемпионата мира по борьбе в весовой категории до 53 килограммов. Соперницей нашей спортсменки в решающем поединке стала японка Акари Фудинами. Соревнования проходят в столице Сербии – Белграде, где белорусские спортсмены выступают под нейтральным флагом. В городском парке культуры и отдыха 28 сентября пройдет марафон по скандинавской ходьбе. Принять участие могут жители серебряного возраста. Для этого необходимо предварительно записаться по телефону 80-225-72-11-63 в будние дни с 8.00 до 17.00. Соревнования, к слову, приурочены ко дню пожилых людей и будут проходить по всей стране.